Всем привет! Весь год я рассказывала вам о том, как заработать бедному студенту. Сегодня специальный выпуск «Как заработать», где вы ни слова не услышите о деньгах. Я иду просто помогать тем, кто в этом нуждается. Ищите, кому и как помочь? Интернет в помощь. Первое, что я нашла, это Всероссийское общество слепых. Позвонила, договорилась о встрече и сказала, я могу все – мыть полы, ходить в магазин, варить обед. Я хочу кому-то помочь. До сих пор я еще не врубился, потому что обычно нас приходят сначала стараются выдавить, что мы отдать им. А вы сразу, я приду к вам в полы. Меня просто вырубили с первого дня. Так что давайте, пожалуйста, зайдите в секретарю квартиру, пусть она у нас величко, но на группу. У нее в группе 30 с лишним человек слепых, инвалидов. Поработайте по этому дому. Если все будет хорошо, если вы посмотрите, что это приемлемо, пожалуйста, приводите в группу. У нас таких домов здесь вот пять домов. С Ольгой Тимофеевной мы встретились на следующий день. У нас много одиноких бабушек. Дело в том, что у нас тут были в прошлом году волонтеры, девчонки. Ребята несерьезные. Они полокна помоют, полокна ставят, понимаете. А зрячие потом приходят. Ну и сами, понимаете, как в магазин сходить. Ну есть совсем старенькие, может, когда-то там полы. Но у нас почти у всех есть соцзащиты. Это соцработники, да? Да, соцработники. Но они помогают, приходят? Или этого мало? Этого мало. Какую? Нет. Нажимай на чай. Все. Слововидящим бабушкам и дедушкам, может, и не требуется наша ежеминутная помощь. Но маленькие просьбы есть всегда. Мне сейчас поручили купить лекарство. Надо будет записать, чтобы не ошибиться. Может, еще что-нибудь? Нет, больше не очень. Хорошо. Все, сейчас будем. Ждите. Сегодня в Обществу слепых проходит концерт, посвященный 23 февраля. Мои сегодняшние, можно сказать, рабочие обязанности — это встречать людей, помочь им раздеться и провожать в зал. Идем работать. Если честно, то я и сама понимаю, что помощь — это небольшая. Но им было приятно. Такие концерты здесь проходят очень часто. И если у тебя есть желание, ты сможешь быть полезной. Я вот так подумала, чем еще я могу порадовать этих людей. И так как я на концерте, я решила принять в нем непосредственно участие и подарить им песню. На этом я не останавливаюсь и продолжаю искать места, где требуется хоть какая-нибудь добровольная помощь от любого человека. Белгородская оригинальная общественная организация волонтеров вместе. Мы занимаемся оказанием помощи ветеранам Великой Отечественной войны, оказанием помощи людям с ограниченными возможностями. Это люди, которым не хватает просто общения. Записайте 58, 99, 22. 99, 22. Да, это наш штаб. Штаб волонтерского корпуса. Так, звоним дальше. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вам волонтерская помощь нужна в организации? Знаете, мы бы с удовольствием вашу помощь приняли, но немножко попозже. Когда потеплеет, нам нужно точно побыстрее. Вот это вот с удовольствием принять помощь. Хорошо. Ага. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. До свидания. На этом список далеко не заканчивается. И мест, где вас ждут, очень много. Помощь требуется разная. Что-то перетащить, что-то покрасить. Все, что под силу молодому человеку с руками. Еще одна организация, где, безусловно, ждут вашей помощи, это Святое Белогорье против детского рака. Идем узнавать, чем мы можем быть им полезны. Можно, на самом деле, все, что угодно. На Новый год, например, перед Новым годом, мы просили волонтеров прийти и помочь. Нам приносили люди много конфет для детей. Мы эти конфеты сортировали, собственно говоря, по подаркам. Без волонтеров мы бы вообще ничего не сделали. А вы вот мне рассказывали про различные мастер-классы. Вы говорили, что исходя из собственных увлечений, допустим, того же студента, вы можете что-то предложить, да? Абсолютно, да. У меня пришел волонтер, шахматист, которому, к слову сказать, всего 14 лет. Он пришел и сказал, что я хочу помогать. Ну, тогда ты можешь свои знания, да, вот показать, собственно говоря, детям. Работы для волонтеров много, и она зачастую бывает очень даже приятной, на самом деле. Конечно. Ничто другое, как волонтерская работа, не может дать одной вещи. Это вот осознание того, что ты сделал доброе дело. То, что ты сделал полезно что-то, да, и ты сделал это бескорыстно. Здесь работают с детьми, так или иначе столкнувшимися со страшным диагнозом рак. Во время борьбы с недугом у них нет времени и сил на обычное общение, на игры, на творчество. Зато, когда болезнь отступает, очень нужны рядом те, кто помогает им заново открывать этот мир. И не сомневайтесь, это может любой из нас. Мы всегда должны чему-то учиться. У этих ребят стоит поучиться характеру, потому что они смогли побороть болезнь. А как лучше всего учиться? Правильно, занимаясь чем-то вместе, только обязательно чем-то хорошим. Сегодня 23 февраля, и мы вместе с ребятами будем делать открытки. Не обязательно сворачивать горы. Достаточно просто оглянуться по сторонам, и, быть может, рядом есть те, кто ждет нашей помощи. У добра нет профессии, нет возраста. И я знаю, доброта спасет мир от равнодушия и цинизма. А это дороже всяких денег, которые мы с вами можем заработать. С вами была Даша Анискина, специально для Мир Белогоря Live. Всем пока!